Друзья, я вас приветствую! Хочу познакомить, как я готовлю картошечку с кальмарами. У меня оставался кальмар, но не тушка, а ножки и хвостик. Здесь 300 грамм, я миленько порубила. Сделала такой величины, как и картофель. Вот картофель, и я точно так же его порезала, одинакового размера с кальмарами. К картофелю у меня 700 грамм, а кальмара 300 грамм. К этому блюду я возьму еще баночку кукурузы. Баночка кукурузы у меня 340 грамм, но жидкость я слила. То есть тут чуть меньше, 284 или 6. Итак, начнем готовить. Разогреваем сковороду. Это мой личный рецепт, вкусно, мне нравится. Попробуйте, может и вам понравится. Разогреваем сковороду, сковородку желательно чуть повыше бортики. Наливаем растительное масло. Где-то ложек 5 столовых. Можно чуть больше. 6-7. Вот так вот. Разогреваем. И первым долгом мы отправляем чеснок с луком. Здесь 2 зубка чеснока. Я его порезала меленько, порезала. И здесь 1-2 большой луковицы. Половинка большой луковицы. Тоже я порезала все одинакового размера. Как вот картофель, кальмар. Вот такого размера. 1-2 большой луковицы. Обжариваем лучок. Очень хорошо использовать в этом блюде и не на вот ножки и хвостик кальмара. Потому что тушку обычно или запекаешь, или фаршируешь. Ну, там красиво надо, чтобы тушечка была. Красиво выглядела. Кольца делаешь из кальмара из тушки. А вот ножки, не знаешь, куда их применить. И вот это блюдо, ну, очень вкусное. Меленько порезали. И с картошечкой то, что надо. Итак, обжариваем лук. Нам еще понадобится соевый соус, красный острый перец, молотый, сухой. Он у меня слабо острый. Здесь чайная ложка без горки. Вот. Для соевого соуса сахар чайная ложка. Соевого соуса 4 столовые ложки. А сахара 1 чайная ложка без горки. Ну, и перец черный. Вот это все ингредиенты, которые нам понадобятся. Итак, мы обжариваем лук. Кальмар готовится мгновенно, поэтому первым долгом мы обжариваем лук с чесноком, потом вводим картофель. И сейчас, на данном этапе, мы уже отправляем картофель. Лук в капельку стал прозрачным. И теперь очередь картофеля. Подавать это блюдо можно как и с соленными огурчиками, так и с зеленью. Оно полноценное, вкусное. Не просто жареная картошка, а вот именно жареная картошка вот с таким элементом, как кальмар. Полезно. Ну и добавлю еще кукурузу. И так мы сжарим картофель. Я порезала вот именно так вот, эринга, где-то величину из зеленых горошек. Для того, чтобы она быстрее приготовилась. Вот так она быстро готовится. А крупные ломтики, конечно, но долго готовится. Вот, жидкости у нас никакой не будет. Тонкая жидкость от кальмара. Она тоже выпускает кальмар, тоже выпускает к кальмар. Ну и начну его селиться. В конце посмотрим, надо будет солить или нету. Соевый соус соленый, может быть, и не надо будет вообще солить по соленке. Блюдо нарядное, блюдо вкусное. Ставим и помешиваем. Огонь даем максимально. Минуты четыре пять. И после картофеля можно вводить кальмар. Ну а кукурузу готовить иногда, она готовая, базовая. Эти специи достаточно. Песнок, лук, перец черный, перец красный, черт с порошком и переселочек в порошок. Добавляем еще какую-то траву. Видите, какую милаврующую, здесь это не надо. И краска вставляется вкусно с луком. Когда сверху эти картофельки становятся прозрачно, как лучок сначала, это говорит о том, что пора вводить кальмары. И все эти силы картофельки становятся прозрачными. И вводим кальмары, подготовленные 30 грамм. На данном этапе уже можно посеркнуть. Здесь у меня полчайной ложки черного перца. Молотом. Бежим молотом. Мне такой больше нравится. Он более ароматный. И здесь у меня одна чайная ложка без горки красного перца. Он дает цвет и чуть-чуть перечень. Молота. Это не паприка. Это черепуриц. На данном этапе нужно вводить кальмары. На данном этапе нужно вводить кальмары. То есть 284,6 грамм. Мы с вами договорились, что жидкости были как у него. У нас жидкость отдают кальмар. И плюс кольный соус будет кальмар. И все. Картошечка получается и не жареная, но такая, и потушеная. В потушеной закрывается крышка, а здесь я крышки закрывать не буду. Кальмар. 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 Ну и теперь поливаем нашу картошечку. Вот эти в соусе. У меня соус не очень соленый. Он такой слабенький в соусе. Соль. Вот теперь посмотрите, можете видеть, видите, воды сколько. Не воды, а жидкости. Это от кальмара и от соевого соуса. И она получается типа тушеная, только без закрытой крышки. Хотите, закройте крышки. Быстрее будет дело. Это может быть и как салат горячий, и как отдельное блюдо. Картофель, с кальмаром и с кукурузой. Сейчас мы попробуем, что у нас с картошкой. Такое ее состояние. Еще минут пять, и наше блюдо будет готово. Надо подсолить. Соли маловато. Хотя соевого соуса было 4 столовые ложки. Вот так мы положим одну, вторую и чайные ложки соли. Примешаем, попробуем. Совсем другое дело. Вкусненько. Жидкости много. Она получается не жареная. Или горячий салат. Картофельный с кальмаром и кукурузой. Или же самостоятельное блюдо. Картофель не должен разваливаться. Он должен держать форму. Сейчас попробуем еще, что у нас получилось. Угу. Прекрасно. Все готово. Кукурузка дает сладковатый вкус. Вот такое блюдо из ножек кальмара. Тартошечки и кукуруза мы с вами сегодня приготовили. Вкусно, фикантно, необычно и без мяса. Итак, накладываем нашу поцелу к тарелку. Сегодня я положила стебли сельдерея. Немного прикуску. Накладываем. На беленькой тарелочке красиво смотрится кукурузка. И вот в соевом соусе картошечка и кальмарчики. Вкрапления кальмарчики. Вот так. Друзья, готовьте такое блюдо. Оно необычное, оно вкусное. Оно идет и как горячий салат, и как холодный салат. Полноценное, потому что здесь кальмар. Не мясо, а кальмар. Ну и как второе блюдо. Очень вкусно, оригинально. Я вам советую. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ну и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...